Друзья мои, всем привет! Я нахожусь в своей такой садовой комнате, где я занимаюсь рассадой. В общем, сегодня речь пойдет о геране. В общем, я хочу сегодня проэкспериментировать. Постоянно этот изучаю вопрос, как, где, что, сама рассказываю, что я делаю. И вы знаете, вот последнее время, как будто я сама себя сглазила, да? Ну вот, никак у меня не идет герань. Ну, в смысле, она идет, она идет, но очень много, как говорится, отходов от нее. Посадишь 100 кустов, 100 корней, не корней, а черенков. А в итоге, если 20 остается, то это за счастье. Мне просто жалко свой труд. Я постоянно изучаю, изучаю этот вопрос. И решила сегодня проэкспериментировать. Я вот вам хотела показать герань, которую я укореняла, да? Вот смотрите, туркуль такой слабенький. Вот это уже, наверное, 2 недели сидит. У меня такое чувство, еще чуть-чуть, и нападет на нее черная ножка, и толку не будет. Потому что, смотрите, я не вижу здесь ни одного корешка, ни снизу, ни откуда. Я не вижу. Земля, то в покупной. Вот видите, такой какой-то не очень сильненький. Вот, это я вам к тому, что много как бы у меня идет выбраковку. Вот, например, смотрите, ампельная была посажена 9 апреля, да? Сегодня у нас 4 мая, почти месяц. Но, единственное, вот здесь, вот снизу, я увидела, что есть все-таки корни. Значит, вот это укоренилось. Но по ней видно, что она уже начала давать прирост. И как бы уже, как бы пошла в рост. Вот это за счастье, вот понимаете, за счастье. Потому что, несколько таких вот гераний, пеларгоний, я просто-напросто съела черная ножка, и я все выбросила. Вот еще показываю одну герань. Но вот это, я так поняла, что она укоренилась. Хотя, вот здесь я корней не вижу, но вот здесь, снизу, я вижу уже небольшие белые корешочки. Вот здесь, снизу, небольшие белые корешочки есть. Поэтому я вижу, что уже укоренилось. И у этой, как бы, видите, турбур хоть какой-то нормальный. Но я вот что считаю? Наверное, я уже делаю слишком их длинными. Это раз. Хочу теперь проэкспериментировать. Знаете, с чем? Это я сажала в землю. Смешивала ее с вермикулитом. Если был перлит, смешивала с перлитом. Если не было, сажала в чисто торф. А теперь я насмотрелась. И смотрю, люди сажают просто в вермикулит. Чисто в вермикулит. И в перлит. Ну вот, хочу проэкспериментировать. Сейчас пошла, наломала несколько черенков. Даже пожертвовала цветочком. Смотрите, какая красивая. Вот. Но это еще только начинает распускаться. Когда шапка большая, тогда она вообще шикарная. Вот. Я этот цветонос отламываю. Так. Что я делаю? Так. Во-первых, я сделаю короче. Короче, да? Не будем длинную делать. Ну вот. Вот такую вот сделаю. Вот. Вот так. Обрезаю вот эти листья нижние. Оставляю макушечку. Так. Вот этот лист тоже убираю большой. Вот. Теперь. Я хочу посмотреть, получится у меня или не получится. Ну, укоренить. Вот. У меня осталось тут три листа. Даже вот этот один можно вот. Это четвертый, вернее лист. Вот этот можно немножко обломать. Срежу я его, однако. Вот. Вот так. И укореняю. Так. Макну в корневин. В корневин, ребята. Так. А где мой корневин? Вот там корневин. Вот. Ну, как люди показывают, прям так у них успешно. Думаю, ну что же у меня-то не получается. Ну, оно получается, получается, но не тот результат, которого я бы хотела. Вот. Макнула. И. Так. Втыкаю. Где-то на сантиметра два-три. Вермикулит. Вот. Стаканчик вот этот у меня без прорези. Ну, там сказано, что приблизительно нужно набрать воды, ну, вот на такое расстояние. Смочить. Он хорошо смачивается. Вот. Ну, давайте попробуем. Так, сейчас я сделаю. Получается, стаканчик у меня будет. Так. Ну. Ну, еще и не тяжеленький. Еще чуть-чуть добавлю. На одну треть, как там, ну, как блогеры говорят, на одну треть водой надо залить. Ну, где-то так. На одну треть вот так вот я и налила. Сейчас этот все впитает. И вот хочу посмотреть. Я сделаю, во-первых, дату. Сегодня у нас 4 мая, да. И посмотрим, как она будет развиваться. Удастся или не удастся мой эксперимент. Я потом вам обязательно покажу и расскажу, как у меня это все получилось. Друзья, решила экспериментировать дальше. Вот еще один черенок. Тоже самое герани. Ну, я теперь хочу попробовать в перлите. Стаканчик тоже без отверстий. Хотя я боюсь перлить. Но перлит, он, если уж отверстие сделать, я боюсь, тогда сразу все вытечет. Перлит не смочишь. Вот так. Ставлю. И теперь, как советуют эти садоводы, то перлит нужно заливать до половины стаканчика. То есть половину он разбухнет, он еще подымается. Так что его надо смачивать больше, чем вермикулит. Вот, тоже так же попробую и посмотрим, что получится. Ой, у меня уже полный стаканчик получился. Что-то я перестаралась. Так, ну, 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 я сейчас посмотрю. Если, вот он разбухнет сейчас, если вода не уйдет, я просто-напросто... Можно сделать, в принципе, сразу небольшое отверстие, маленькое хотя бы, чтобы лишняя вода сошла. Вот, лишняя вода сходит. Пусть он постоит, прокапает у меня. Вот. И у меня подписываю. Вот я уже этот подписала. Видите, вот здесь он уже потемнел. Вот. Потемнел. То есть, значит, он уже увлажнился. Я его подписала, что 4 мая поставила. Вот. Так же сейчас поступлю с перлитом. И что еще дальше? Еще. Это не весь мой эксперимент. Опять же, у другого блогера я посмотрела. Вот, ребят, вот это вот сюда мы выбрасываем. И она показывает, как она укореняет, что она, говорит, тоже попробовала и хорошо у нее получилось. В общем, пока я делаю, укореняю вот так. А вот эти вот череночки сейчас оставляю и покажу, как я это сделаю. Насобираю их побольше и начнем новый эксперимент. Еще, друзья, почему я люблю прозрачные вот стаканчики. Вот мне именно в прозрачные. Потому что, вот смотрите, вот у меня рассада помидорок, розовое яйцо. Посмотрите, все прекрасно видно, какая хорошая корневая система. А вот в этом стаканчике, ну, сметана, да? В этом стаканчике не видно. В принципе, они развиваются вот как бы одинаково. Я надеюсь, что там тоже такая же корневая система. И чем хорошо в прозрачном стаканчике, ты видишь. Если, ну, маловато воды, не маловато воды, надо добавлять, не надо. Хотя по весу можно определить, вот они сейчас одинаковые. Но я хочу сказать, что все равно прозрачные стаканчики, они более наглядные. Более наглядные. Вот поэтому сейчас оставшуюся рассаду я, значит, сделала два стаканчика с вермикулитом. Один сделала с перлитом чисто. И остальные посадила, ну, своим обычным способом. Этот раз сделала покороче уже эти, как их зовут, ну, сами черенки. Более верхушечкой, как говорится. Поливаю немножко. И вот уже с землей у меня стаканчики с отверстиями. Ну, вот так вот. Пусть промокают. Вот. В землю добавила еще перлитик, ферми-кулетик. Ну, вот такой тяжеленький. Все. Вот так вот. Мой эксперимент. Опять ставлю число, подписываю. Четвертое, ну, пятое. И через какое-то время я вам обязательно расскажу, что из этого получилось. А мы продолжаем дальше. Посмотрела, значит, я еще одного блогера, блогершу, женщину. В общем, у нас вот остаются вот такие вот кочерыжки. Это мы срезаем. Это у нас идет на выброс. Ну, и она говорит, что мне стало как-то жалко. И я решила проэкспериментировать. Получится, не получится. Что она делает? У нее прекрасно получилось. Она берет вот так, ложит их. Это уж как вам там удобно. Прям в чашечку вот так накладывает. Неважно уже какой там стороной. Вот. Вот у меня даже уже полная получилась. Вот. Вот эту, пожалуй, не положу. У меня есть еще другой сорт. Вот эта вот маленькая штучка. Мне интересно. Вот. И вот так. Вот эти два других сорта. Это бледно-розовый. Это такой малиновый. Вот эти красные, ярко-красные. Я зову сорт его Рада. Вот. Потому что не знаю название сорта. Вот смотрите. Вот так я наложила. Теперь чуть-чуть присыпаю земли. Совсем чуть-чуть. Ну, прям даже мне не верится. Если у меня с черенков не растет, то вот не знаю, с этого и вырастет или нет. Прям даже верится с трудом. Но люди показывают. И она причем, знаете, как она показывает? Я забыла, как канал называется. Школа как-то что-то связано со школой. Вот. То ли школа Огородника, то ли школа чего я. Цветоводы. Не знаю. Какая-то школа называется. Канал у нее. И значит, что. Она вот так вот поставила. Она достает и показывает. Прям вот подкопнула. И прям там действительно видно, что вот палочка была, лежала так, значит. И на ней вот так несколько, несколько, штук, пять или шесть, именно вылезла из почек. С одревесневевших пеларгоний вылезли, значит, вверх черенки. И прям получается такой куст. Вот представьте, с одной этой палочки, сколько там вот почек. Ну вот здесь получается всего-то как бы две, да? Вот. Но бывает же, знаете, бывают с такими, с небольшими пролетами. Там три-четыре глазка. И вот так они растут. И получается, прям она одну достала такой кустик. И вот в такой вот, как говорится, емкости у нее две или три, ну, вот таких вот укорененных. Прям вот такая шапка лесом стоит. Прям, знаете, любо-дорого смотреть. Я вчера это все насмотрелась. И сегодня решила экспериментировать. Так. Вот я так, значит, поливаю. Ну, не сильно, чтобы у меня болото стояло. Кстати, эта емкость, я даже не знаю, с отверстием. Нет, по-моему, без отверстия она. Но я много лить не буду. По краям она прозрачная, тоже мне нравится. Оно просто видно. И у нас в Алма-Ате довольно-таки жарко, поэтому проверяем на вес. Ну, уже хорошо, нормально, нормально. Вот решила тоже проэкспериментировать и посмотреть, вырастет у меня что-нибудь или нет. Сегодня ставлю число, подписываю, что это герань. И посмотрим, что будет. Не знаю. Может быть, у нее так все хорошо получается. И она сажала вот вторую такую емкость уже. Ну, может быть, она занимается, но это для нее бизнес, что она это продает. Но я уже, у меня не бизнес, а лишь бы, как говорится, сделать своим старым геранем замену. Поэтому я говорю, что я сажаю так, как штук 100 сажаю, а в итоге укореняются у меня, ну, 20, максимум 30. То есть 20-30 процентов, образно говорю. Я считаю, что это очень мало. Ну, вот. Вот такой у меня эксперимент, друзья. Значит, еще раз показываю. Вот у меня. Так. О, вот несколько таких. Два вот таких именно вермикулите я подписала. И один вот такой вот в перлите. До сих пор еще стекает с него вода. Ну, пусть стекает. Вот. Буду смотреть, что получится. И, значит, вот это вот горизонтальное укоренение. Вот такой вот у меня эксперимент. Эти я даже не смазала корневином. Вот эти макнула. Ну, друзья, посмотрим. Через, наверное, недели-две я сделаю обзор и покажу, есть какой-нибудь результат или нет. На этом все. Было интересно или полезно это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok